здравствуйте уважаемые зрители моего канала в первую очередь мои старые зрители постоянные то что сегодня видео в основном будет интересно для них хотя темы я подниму сегодня нужны каждому человеку ну и интересные по крайней мере большинству ну и вот ответы на вопросы рубрика да а сегодня я распечатал буквально две с половиной странички текста значит первое это не буду терять время начну такой ник щебень новосибирск поднимает я бы сказал сейчас один из самых главных вопросов но только человек неправильно рассуждает а суть вот в чем небольшое философское отступление я думаю обеспечить всех жителей планеты 8 миллиардов человек экологически чистой едой физически невозможно нет это не так возможно по мере дальнейшего роста населения в мире химии в продуктах питания будет все больше и больше да там более того еще геномодифицированная будет в основном пищи и так далее но если это еще вопросы спорные то далее пишет человек человек как биологический вид будет вынужден приспосабливаться к новым формам питания нет это все из области книг начитались фантастических у нас есть биохимия наша определенная и все процессы заложены там миллионами лет тысячелетиями кто во что верит неважно программы и никак вы ее не измените и все что против нее никакой приспособляет это это дешевая философия нет никакой приспособляемости именно поэтому что людей начинают травить пищи химической и так далее и тогда воздух грязный и прочее и человек потому к этому приспособиться не может и болезней становится все больше и больше и уже те болезни которые в советское время там были у стариков сейчас уже у пяти десятилетних детей так вот приспособиться чтобы выжить на этой планете разумеется часть популяции погибнет в процессе данного перехода не будет никакого перехода скобках рак диабет инсульты инфаркты это было и будет про сейчас этого очень много и будет еще больше таким образом как раз и сокращают численность населения планеты в том числе но сильнейшие организмы приспособиться нет они просто чуть дольше будут жить вот и все но умрут также от рака и от других проблем приспособиться к новым условиям жизни дав потомство дав потомство дегенеративное потомство которое еще меньше жить будет которое будет без проблем питаться пищей созданной химической промышленностью да не будет без последствий человеческий организм других животных организма питаться этой гадостью сейчас он и у кошек у собака онкологии другие проблемы в огромном количестве все именно потому что либо пищей своей кормят либо той который продают в известных упаковках вредные те же химические продукты термообработанные с химией и так далее и никто не приспособиться от этого невозможно приспособиться конечно есть альтернатива можно раз в 10 сократить население планеты вернуться к старым формам питания без химии можно и вот как раз то самое мировое правительство так и хочет сделать оставить скажем золотой условно миллиард хотя еще меньше большая часть из которого будет для обслуживания малого меньшинства а есть другой способ есть он единственный предотвратить катастрофу мировую неминуемую гибель планеты и всего человечества и так далее это коммунизм то есть когда во главу угла ставится не прибыли личные и влияние над миром через финансово-банковскую систему и так далее а то когда глобальная экономика становится на службе у человека а главной целью задачи такого общества становится всестороннее творческое и прочее развитие личности человека обеспечение его всесторонним развитием благосостоянием и тому подобное так вот если бы по нашим технологиям человек написал под видео паштет и вот по последнее видео в котором я очень подробно рассказал про качество уровень технологии производства создание этой уникальной пищи будущего потому что этой пищи в масштабах страны и такого плана чем мы занимаемся можно было бы обеспечить 100 миллионов человек можно если вести правильно органическое земледелие если вы хотите понять о чем я говорю чтобы эта пища еще богатая питательными веществами была понимаете то посмотрите мое видео лес и почвы я там объясняю одну из главных проблем современности это полный тотальный дефицит многих питательных веществ в почве а значит и в продуктах питания выращены на них даже на органических плантациях это еще одна большая тема но в масштабах человечества уж я-то знаю поверьте и 100 миллиардов человек можно было бы прокормить если бы во первых и самое главное люди прекратили бы есть мясную так называемую пищу все что связано с индустрией вот этой мясной молочной убийства вот этой индустрии кровопролития ведь 90 процентов полей для них для животноводства используется это уже в десять раз больше людей прокормить можно чем сейчас а добавьте к этому совершенно иные правильные технологии воспроизводства севооборота сохранение почвы а сейчас сколько почвы теряется только от животноводства это еще есть прямые косвенные потери и почвы и выражайность и плодородие это страшное дело а если бы лесополосы по всей стране и по всему миру посадить чтобы убрать проблему засухи проблему нехватки воды и так далее а сколько воды уходит на животноводство сто раз больше чем на обеспечение нужд человека понимаете в чем дело тут одно связано с другим совершенно человек не понимает о чем он говорит абсолютно просто хочет успокоиться упростить все чтобы легче жилось и спалось это подход неправильный это подход к катастрофе приведет и так никогда человек не приспособиться к этой всякой химии тем более гмо обязательно будет нарушение генетики обязательно будут другие проблемы и человечество может прокормиться даже ста миллиардное на нашей планете если правильно рачительно использовать ресурсы и если люди все человечество перейдет на веганское полноценное питание тогда даже больше ста миллиардов можно прокормить людей без проблем причем не просто прокормить смысле такого выживания и постоянного чувства голода как некоторые сейчас могут сказать глупость то есть так чтобы вот просто ну и уже не хотелось и при привычные вкусы приятные так сказать пища вкусная и полноценная была при этом вот то что мы делаем вот то что вы сейчас дальше услышите как некоторые люди что оценивают как пишут да ну хорошо дальше пишет человек кабеложон соберджанов здрасте юрий андреевич а сам из узбекистана у меня была боль в груди при ходьбе доктор сказал у меня забиты сосуды холестериновыми бляшками с помощью ваших советов я очистил сосуды от холестерина спасибо за ваш труд пожалуйста очень рад очень рад а вот пишет мой оптовик представитель из киева попробовал пюре ваши картофельные это шедевр даже детям понравилось а они те еще гурманы ну про картофельное пюре наше вот как про паштеты как про особенно три вида вот этого супа кстати я ссылки на все что говорю оставлю в описании под этим видео и обязательно видео а вот этом уникальном продукте о пюре посмотрите и видео паштетах обязательно я еще раз хочу на это акцентировать ваше внимание хотя бы даже чтобы представлять что это возможно какие-то технологии то многие писали мне вчера что это уровень немыслимый фантастический это бы масштабировать на всю планету много бы бед ушло и это абсолютно так 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 вот да и я хочу сказать если было бы настоящее социалистическое хозяйство в плане страны и ко всему здравомыслящему рациональному прислушивались бы и это вводилось бы в экономику в жизнь то и люди бы здоровые были и цены бы вот на эти продукты которые мы производим но в масштабах других вложений всего государства это дотации это можно было бы в разы сделать ниже это было бы доступно любому каждому человеку и люди бы при этом были здоровы и вся нация понимает это по идее надо сделать ну вот пусть это послужит примером для будущего все равно неизбежно либо крах человечества либо коммунизм другой альтернативы просто не существует нет альтернативы другого справедливого общества не существует напомню тем кто не знал первобытно общинный коммунизм только не в том примитивном представлении там в шкурах сидят мамонтов едят абсурд а совершенно в ином что такое копное право там изучите у нас был десятки сотни тысяч лет был этот строй это потом уже пошел научно-технический прогресс там рабоводельческий строй прочее так сказать феодально это все понятно капиталистически высшая стадия его развития империализм это уже все загнивающая стадия когда так сказать либо крах человечества перспективе недалекой либо коммунистический строй а вот роман ра пишет испытанная реальность ну такой ник ой балуете вы нас сраедов это после вчерашнего видео попробовал пюре супы наука на грани фантастики вспомнил фильм назад в будущее где еда готовилась просто добавлением воды в продукт совершенно верно добавил в сухое пюре в наше получил буквально за 20 секунд да реально крутое пюре удивлению моему не было предела а шоколад ваш сыроедный ну просто шедевр клубничный просто супер майонез томатный соус вкусняшки паштеты открыл для себя недавно веганский брал век магазинах теперь ваши попробую прямо в предвкушении елена дудкина тв пишет огромное спасибо вам за ценный труд смотрю все ваши видео приобретаю на вашем сайте много полезного особая благодарность за микросферы речь идет про вот эти изделия с микросферами ну 8 видео уже вышло на моем канале на эту тему очень важная тема и вот каждый день что называется убеждаю все больше и больше вижу эти сотни тысячи отзывов как это работает не у всех людей не всем это помогает не всем сразу но очень многим и это уже стоит того месяц пользуюсь и стала записывать свои результаты вот послушайте результаты использования этой технологии первое начала использование 10 0 6 месяца при первом использовании спала всю ночь на микросферах и ищет ну правда не пишет жаль женщина спала на чем матрас или капсула но наверно матрас исчезла аллергическая заложенность носа и рези в глазах которые беспокоили несколько месяцев ежедневно приходилось закапывать капли в нос я сделаю здесь перерыв подготавливаясь но распечатав прочтя я специально приготовил вот это еще раз вам показать и люди все-таки недопонимают что это такое вот этот эко спрей посмотрите я вас просто прошу вот это видео с доктором наше совместное видео об этом уникальном не имеющим аналога в мире поверьте продукте что это такое это не только снимает как раз сопли заложенность носа отеки но и даже когда люди годами порой пользуются вот этими сосудосуживающими средствами чтобы брызнул и вот но стал дышать подсели на них годами а это и сушивается слизистые возникают потом неизбежно полипы это целая огромная проблема так вот этот спрей позволяет снять эту даже многолетнюю зависимость и даже если человеку поначалу приходится он годами сидит под сел сосудосуживающие средства применять то при этом нашем спрее не будет сохнуть слизистые и не будут возникать полипы у кого их еще нет но короче говоря плюс это антивирусная защита это защита носоглотки это стоит применять иметь каждому а применять по необходимости всем у кого есть какие-то проблемы с дыханием с носоглоткой заложенностью носа имейте это ввиду да сразу конечно скажу как всегда значит приобрести все наши товары продукты о чем идет речь приборы там и так далее вы можете на нашем сайте надгард.ру в любые города россии в любые страны мира мы отсылаем наши товары приборы наши продукты просто делайте заказ оформляйте пишите там удобный способ оплаты доставки это все выскакивает в подсказках не забивайте себе в голову сейчас все делаете просто пошагово поверьте мы все давно продумали да и не волнуйтесь те кто из-за границы смотрит что вы не сможете оплатить заказ сможете тоже все предусмотрено даже если вы уверены что не сможете оплатить нашему человеку за границей все в порядке и мы отошлем вам ваши товары посылки в любые города любые страны мира ну про россию само собой я говорю сейчас про якобы сложные варианты и так пояснил идем далее второй пункт просыпаюсь легко и бодро в пять-шесть утра третье энергия бьет ключом вот это вот но убедитесь посмотрите прошлое видео про микросферы вот об этом что энергии больше стало раньше просыпаюсь высыпаюсь огромное количество людей пишет ну неужели не стоит того приобрести и пользоваться этими изделиями чтобы иметь хотя бы шанс вот получить те же результаты четвертое отказалась от мелатонина для засыпания категорически это не применяйте категорически поймите что гормоны гормоноподобные вещества это страшное дело наш организм сам не будет их вырабатывать тогда это очень сложно будет вернуть в норму наши все системы и органы и понимаете гормоны на подушке легко и быстро засыпаю вот да пятое не просыпаюсь ночью это очень важно шестое прошли ночные боли в спине седьмое прояснились глаза от черных точек с первого применения повязки на глаза ну это вот прям изумительный случай восемь ежедневное очищение кишечника в скобках человек указывает наследственная проблема у нее с этим девятый период но я думаю это не наследственно связано с питанием семье которые люди часто и последствия от этого люди часто это путаю за наследство девятое перестали болеть ноги примечание с 7 до 19 была на ногах и ноги не болели 10 улучшилась упругость кожи одиннадцатый сняться яркие четкие сны двенадцатый пункт 20 0 6 перестали беспокоить тазобедренные суставы по суставам дорогие друзья гораздо будет более эффективно если не только микросферы вы будете применять или там что применяете а гель вот этот гель для суставов уникальный что он делает он проникает за счет чего там тоже сказано это редкое исключение действительно в глубинные слои под кожи и заставляет суставах регенерировать суставную ткань и межсуставную жидкость восстанавливает таким образом повреждений даже при первой второй стадии артритов ну и ссылка как купить будет в описании как всегда под этим видео тринадцатый пункт 21 0 6 перестали выпадать волосы это тоже очень многие люди пишут об этом очень 14 пункт 21 0 что у четко начала видеть мелкий шрифт то зрение улучшаться стало пятнадцатая нормализовалось давление шестнадцатая отсутствует чувство голода семнадцатая минус 4 килограмма за две недели без диет восемнадцатый ушли на ногах мелкие сосудики девятнадцатый холестерин норме двадцатый исчезли папилломы но это конечно вот кто-то скажет это фантастика поразительная кто скажет это ложь я лишь распечатываю то что присылают мне люди и вы знаете да этот случай уникальный чтобы столько положительных результатов так быстро есть и более поразительные вещи в плане редких и тяжелых заболеваний когда они проходят пишут об этом люди но чтобы столько много ну что я могу сказать за что купил зато и продал я лишь могу констатировать тот факт что по волосам по снуд что цветные сны и стали что высыпаться быстрее лучше утомляемости меньше и сил больше энергии это я вот просто на своих примерах своих родственников знакомых близких от кого я знаю могу подтвердить на сто процентов лично что касается остального я это не от одного-двух людей уже получал данные от сотен людей понимаете это конечно факт да теперь такой момент значит это из-под моего старого видео сосиска в голове часть 2 1 к сожалению youtube почему-то лет там через несколько лет удалил ну вот я попросил в телеграм-канал моего помощника первую часть залить не знаю залили или нет если да то ссылку дадим под этим видео такая интересная была рубрика всего два видео но пишет человек молодой видимо если есть бог то будь благословен ибо ты изменил мою жизнь к лучшему но пишет так мне оригинально ну ладно ну а вообще спасибо моей умной девушке которая показала ваш канал очень рад очень рад очень сильно хочу чтобы такие видео чаще попадали в рекомендациях дорогие товарищи ну и к вам обращаюсь не вот не знаю как вас зовут дело в том ну а какие проблемы но подпишитесь на мой канал причем не просто подпишитесь а рядом колокольчик нажмите на колокольчик чтобы вам приходили уведомления на почту о выходе моих новых видео и все и вы не будете их пропускать да тут сразу надо напомнить что если вы ищете и какие-то мои видео или хотите чтобы я что-то снял посмотрите на 90 процентов я уже это делал это есть просто в ю тубе набираете фролов пробел и какая-нибудь тема там диабет или там сердечно-сосудистые заболевания или там давление инфаркты инсульты печень почки или как растворить камни в желчном пузыре ну условно или по травам целые направления разделом по грибным препаратам поэтическим вопросам там ну и так далее и вы эти видео наверняка с большой долей вероятности найдете сразу и посмотрите их анна громовика пишет спасибо юрий андреевич я с радостью смотрю все ваши истории о долгожителях считаю это важнейшей темой сегодня позволяющей серьезно задуматься о качестве нашей жизни и о ее ценностях о том какое оно истинное здоровье благодарю да это очень важный у меня целый плейлист на моем канале и сейчас каждую неделю я вот стал опять выпускать видео про долгожителей очень интересно человек пишет предлагаю вам осветить тему нехватки витаминов микроэлементов при апатии да влияние некорректного питания при вегетарианстве ну дайте по пунктам сразу у меня уже были эти видео во первых про апатию и синдром хронической усталости как минимум это видео хотя были еще очень много было видео которые по темам схожи где просто это пояснял ну неразрывно связана одна тема с другой в нашем организме все связанные поэтому и лекции они связаны друг с другом влияние некорректного питания при вегетарианстве вот вам два видео почему в наши дни ну веганство там не панацея и почему зожники сейчас тоже болеют вот эти два видео вам все как раз объяснял около трех лет не ем мясо в том числе благодаря вашим трудам и заметил себе повышенную склонность к апатии в последний год предполагаю что это может быть связано с нехваткой каких-то витаминов микроэлементов конечно в первую очередь омега-треполь ненасыщенные жирные кислоты а именно эпк и дгк это витамин b12 это наоборот повышенный гомоцистеин это наличие паразита в организме это дефицит витамина d3 это возможно дефицит цинка дефицит селена я советую что применять вот видео про беременность ну казалось бы не связанные а я как раз объяснял что надо что стоит это как раз да вот нехватка сил энергии там я четко это пояснил хотя не только там просто не хочу отдельной темы говорить там посмотреть видео спиру линия фокусе там нельзя ожидать гигантское количество ссылок мне видится данная тема может быть интересно многим слушателям вашим с уважением роман геннадь ивану да ну вот я вам объяснил статус 8 8 8 с благодарностью за ваш труд и просвещение в области здорового жизни отличный ролик побольше таких роликов из эпохи ссср но это видимо про там статистику про долгожителей вот это видео да в то время реально были ученые которые не оказывали услуги а с честью подходили своей миссии ученого просветителя врача да и служители совершенно верно абсолютно так поэтому старые-то врачи знали это прекрасно и углов федор григорьевич про это великий русский хирург говорил что 150 лет это нормальная продолжительность жизни и академик павлов гал что смерть раньше 120 я считаю насильственной то есть есть на то причины объективные а о чем тут речь вот кто не в теме а вы наверняка большинство не в теме а я говорил там показывал данные что в тридцать восьмом году в киеве на конференции определенной медиками врачами учеными было установлено и зафиксировано что существует старость естественное и существует старость неестественная она вызвана определенными причинами так вот естественная старость знаете каких лет начинается вот сейчас считается что долгожители уже с 90 лет нет старости это установлено было зафиксировано Начинается со 100 лет. Более 30 тысяч более 100-летних долгожителей было в СССР. Зафиксировано в разные годы переписи и исследований. В этих исследованиях участвовали десятки тысяч людей за годы с 20-х до 60-х годов. Потом все это прекратили изучение исследований. Были институты не только геронтологии, но и исследования старения и так далее. Этим очень серьезно в СССР занималось. Сейчас информацию очень сильно скрывают. Поразительно. Антон Лебин пишет. Юрий Андреевич, это как в религии. Святых живых нет. Это оригинально. Почему же нет? Есть святые живые. Вот тот же Углов был. Посмотрите цикл рассказов «Праведники». Ну вот посмотрите про доктора, кстати, там про одного было. Когда вся Москва, по-моему, Москва, да, знала, что... Причем немец он вроде по происхождению, ну русский уже человек по духу. И вот он, это такой, это вот действительно святой, бескорыстный, уникальный просто человек. Ну просто, все знали об этом, его уважали. Ну вы почитайте, просто слезы берут, да. И вот как-то его грабители поймали вечером и сказали, чтобы он там снимал и раздевался. А он, как же, голубчики там, туда-сюда. А потом кто-то узнал, что это доктор, знаете, что было? Они на колени попадали, умоляли простить слезно, искренне, домой проводили. И потом, это я вот не помню, но, по-моему, даже они прекратили этим делом заниматься. То есть вот есть святые живые, есть. Также и у вас. Где 150 живущий сегодня старик или старуха? А что вы этим хотите доказать? Человек хочет этим доказать, дорогие зрители, что, мол, это глупость все. Это, знаете, дальше он еще тут сильнее написал. Прошлое не существует. В этом и обман. Это надо быть конченым дебилом, чтобы сказать, что прошлое не существует. Прошлое, естественно, существует так же, как существует и будущее. И существует настоящее. Так же, как и то, что вы теперь существуете. Так же, как и то, что я или вы помните, что было вчера, год назад. А кто-то помнит, что было 100 лет назад. В каждом теперешнем своем видео о долгожителях я вначале... потому что многие не смотрят видео целиком, но даже находятся такие идиоты, которые, знаете как, вот я на второй минуте, например, от начала видео говорю уже, какое видео посмотреть, чтобы вам, невеждам и вот таким упертым людям, абсолютно точно доказать, что были люди, которые жили более 150 лет, ну, на примере Махмуда Ивазова. Вот это видео с ним, где я доказываю, почему это точнее, то есть то, что он родился, когда, день, когда он родился, что он, понятно, когда умер, это вот все знают, то есть что он прожил 152 года, это известно более точно, чем то, когда вы, 25-летний Говорун, или там 40-летний, родились. Вот я это доказываю, что это точнее известно. Почему точнее? Ну, посмотрите видео, вы поймете, а коли это так, вы факт этот поймете, значит, абсолютная истина и то, что люди жили более 150 лет, ну, жили, потому что это факт. Скоро я сделаю видео вот для таких людей, где объясню аргументированно из старой-старой книги, вот когда люди, говорят, приписывали себе и так далее. Были люди, и гигантское их было число, когда они не дописывали себе, не помнили свои даты рождения, но потом по определенным фактам восстанавливали, сколько же им было лет, и было доказано, что им не 90, а 105, не 110, а 125. Хотите вот такие факты услышать, доказательства, как же наоборот, было доказано, что людям больше лет, чем они говорили даже? Вот это очень интересная тема, на мой взгляд. Напишите под этим видео, хотите, я сделаю это видео, и вот показывайте таким Говорунам это. Так вот, прошлое у него не существует, это еще полный вперед. А насчет того, что 150 лет, так надо было мои видео слушать. Сейчас таких не будет уже людей. Сейчас уже таких не будет. Последние долгодоживатели осталось. Почему? На это я тоже давал объяснение, почему такое происходит. Однако, сейчас, например, жива вот эта бабушка, ей за 130 лет. Кстати, она мясо не ест и принципиально по соображениям идейным. Она большой философ. Почему? Когда-то она изучила книгу одного китайского ученого. Это видео, вот это, я оставлю тоже в описании, прямо отдельно. Акрит А. Да, это очевидно, что продолжительность жизни уменьшается. Моя бабушка, 1929 года рождения, прожила 87 лет. И в ее поколениях часто доживали до 90 примерно. Сейчас такого нет, умирают часто даже в 60. Даже и в 40 умирают, и раньше. Только это вот тот минимум. Я просто взял, под рукой было это письмо. Знаете, сколько мне под последними двумя моими видео от долгожителей писали люди о том, что моя бабушка жила там 105, 120. Знаете, самый, вот самый длинный в срок жизни, когда женщина, по-моему, одна написала, 143 года было бабушке или прабабушке. Они, по-моему, из каких-то кавказских народов, 143 года. Потом все пишут, без исключения, тенденция такая. 105, прабабушка, 95, бабушка, мама там 75-80 лет. Идет все на снижение. И тому как раз объяснение, с чего я начал данное сегодняшнее видео. Ничего удивительного нет. Наталья Королева пишет. Антипаразитарную программу лучше проходить под наблюдением врача в стационаре, например. Я пыталась выгонять глистов и отравила свой организм. Очень опасно. Организмы у всех разные. Вот это чушь. Организмы у всех одинаковые. Отравили вы свой организм. Не надо сравнивать одно с другим. Мне претензии там дальше будет. Мне претензии она предъявляет. Вы пытались выгонять глистов своих, небось, чем? Декарисом, детоксом и другой страшной химией, от которой вы, конечно, отравили свой организм. И уже лет 8 назад или 9 у меня видео выходило в 14-м году о паразитах, вот это большое, самый главный, монументальный труд мой, четырехчасовой, в котором я это давно рассказывал и объяснял, что, во-первых, эти препараты создавали в свое время для выведения определенных видов паразитов, а не любых. И второе, потом только, спустя годы, были исследования и факты, доказательств того, что эти препараты вызывают рак крови, рак печени. Так что не просто это вам повезло, что вы, так сказать, отравили свой организм. Еще неизвестно, какие последствия будут от таких глупых действий. Так вот, разные у них организмы, одинаковые организмы, запас прочности разный, это да. Самостоятельно не разберешься. Для этого видео я свои выпускаю, надо смотреть их. Ну, залетная, видимо, на мой сайт гражданка, и начинает тут свой огромный жизненный опыт транслировать, так сказать. Что происходит и в какой момент времени, что нужно делать, это правильно. В целом, правильно. Ну, благодаря моим лекциям можно этого и не делать, и не лежать в стационарах. Продавая свой товар, вот претензии. Как говорится, не навреди. Нет, понаписывая свои умные комментарии, как говорится, не надури. И чуши всякой не напиши. Так вот, антипаразитарная программа, которую я разработал, внедрил туда все необходимые компоненты, позволяет убрать безопасно из организма, натуральными, природными, что называется, средствами, убрать, выгнать паразитов из организма. И именно что? Не навреди. Потому что в эту программу входят и сорбенты, и так далее. И они не умирают в основном в организме паразит от этой программы, а именно выходят из организма, что очень важно. А так, паразиты, да, это проблема огромная. Есть они у всех. Вопрос, какие виды, где, в каких местах организма. В общем, посмотрите, это мое видео. И антипаразитарная программа. Ну, ее надо два раза в год каждому проходить, человеку. Потому что, я говорю, эта тема действительно важная. Но об этом у меня очень много видео на канале было. А ссылку на антипаразитарку оставлю под этим видео тоже. Натали Д. Юрий Андреевич, здравствуйте. Я та самая женщина, которая написала отзыв по микросферам. Вот. Благодарю, что дали комментарии по моим вопросам. Ну, это значит, и под последнее видео о микросферах, вот, которые по дате выхода. Сегодня у нас какое? 22 июля. Значит, это вот было на той неделе. Последнее видео. Посмотрите от этой даты, если будет интересно. И пишет женщина дальше. Обязательно сошью льняную наволочку. А, я говорил, что, ну, не надо прикладывать вот изделие с микросферами. Голому или там к телу вообще. А через простыню, наволочку. Через какие-то оболочки из натуральных тканей. Тогда вы жиром их не испачкаете. И работоспособность они никогда не потеряют. Ну, и гигиена, и так далее. Дальше пишет Женя. Вы настолько структурный человек, что способны глубоко разбираться в любом вопросе. Это да. Это либо человеку дано, либо нет. Если дано, то, конечно. Мне очень нравится ваша рубрика про травы. И хотелось бы похожие рубрики по аромамаслам. Но это не та тема, в которой много стоит говорить. У меня было про эфирные масла. И по минералам. Ну, у меня по минералам это видео о фукусе, в первую очередь. Есть же отдельные видео у меня. Цинк, йод. Про другие минералы были у меня видео. К тому же лекции «Лес и почва» тоже. Столько информации, что самостоятельно не разберешься. Правильно? Поэтому мои видео и помогают разобраться. Уверена, что там много мифов. Ну, и много действительно благотворного влияния. Ваше мнение для меня и уверенно многих читателей авторитетно. Благодарю. И это было бы очень ценно. Ценно в рамках повышения общего самочувствия. Еще раз мои благодарности за ваш труд. Благодарю и вас за такие отзывы. Но скажу лишь, что не мнение. У меня знание. Я мнение не высказываю. Только знание. А вот под моим видео «180 лет» прожил самый старый долгожитель, зафиксированный в СССР. Ну, скажу так, на 40-й год. А то там тоже один умник мне. Вот что такое логика? Действительное отсутствие здравого смысла у людей. Мне тут претензию накалякал один. Что поймал меня типа на стыковке. Под видео вроде бы о Ширали Муслимове. Что же вы тут говорите? Это самый старый житель в СССР был. А тут теперь говорить, что вот самый старый. Так где же правда? Правда в том, что вы не очень разумный человек. Мягко говоря. На 40-й год, когда умер этот самый старый на тот момент житель СССР, проживающий в СССР, был он самый старый. Но в 1960-х годах был Ширали Муслимов самый старый на тот момент. И когда он умер, он был на этот момент самый старый долгожитель. Потом, когда он умер, был самый старый, не которому было 168 лет, как Ширали Муслимову на момент смерти, А там, по-моему, 146 лет, может быть, или около того. Понятно? Так вот, под этим видео пишет Антон Лебин. Дело в том, что легко это можно фальсифицировать, приписать себе много лет. Слушайте, это под видео, где буквально на первой или на второй минуте, я сейчас точно не помню, я уже, предвидя это, в таких умниках, я уже объяснил. Так вот, не болтайте перед тем, вот эту чушь не несите, как не посмотрите мое видео про Махмуда Ивазова, который прожил 152 года, и вот вы услышите доказательства на 100% того, что он прожил действительно столько лет. И вот тогда говорите что-то, а до этого не надо болтать про фальсификации, так вот, договорившись, местным паспортом стали. Ну, было такое, но это не означает, что вот такие факты, безусловно, были, эти факты не означают того, что не было людей, которые жили 150-160 и более лет. Были такие люди. Сколько вам деда лет, подкалывает этот умник дальше? 180 мне смеются, хорошо, деда, 180 записали. Идиот, он умер в 180 лет. А когда сколько ему было, знали те люди, которым было 90-100 лет, которые были, родились в тех же деревнях, когда этот человек и жил, и был уже дедом, и которого знали родители и деды, тех, кто тогда был ребенком, которым сейчас 90-100 лет. Ясно вам или нет, это вы, городской умный житель, который дверь открывает и соседей своих не знает, можете рассуждать, вот о такой чуши писать. А кто жил это в малых деревнях, ну, с поколениями, рядом друг с другом, вы вообще понимаете, о чем вы говорите или нет? И потом есть факты, по которым даты, ну, которые в истории записаны, абсолютно точные, просто факты, события определенных военных действий, природных катаклизмов, по которым можно судить и знать, когда человек родился, был ли он свидетелем этих событий и так далее. А есть еще более интересные факты. Ну, и уже несколько последних. Кира Турбина. Юрий Андреевич, я провизор и первый раз услышала в жизни про слово «напар». Отвар, да, кипячение, да, одно-две минуты, затем настаивание, 30-40 минут. Мединститут закончил в 83-м году. Ну, вот видите как. Потому что привыкли все кипятить, отваривать за последние лет сто, поэтому и не пишут уже теперь так, а я по-старому привык. Поэтому есть и было... Знаете, сколько слов выведено из оборота? Пушкин знал в разы больше слов, например, и пользовался многими, которые теперь уже не помнят. Я уже не говорю про термины, которые там, например, к названию населенных пунктов привили. Вот сейчас, например, под Селигером есть такое место, деревня Кровотынь. Даже и никто не понимает, от чего это слово, что оно означает, что такое тын было, да? Или близкое к нему по смыслу рожон. Но только тыны это были вертикальные заборы, типа а-ля чистокол, там со своими особенностями. А рожон наклонный кол, который в землю перед рвами ставили. Или уже на холмах за рвами наклонный в сторону нападающих при осаде крепостей. Так делали. Это тысячи есть таких слов, понятий, терминов. Зная их, можно вообще понимать историю, таковой, какой она была. Потому что многое зашифровано, по сути, хотя это на поверхности очевидно, в русских словах. В песнях, в сказаниях, в былинах. А былина это от слова «быль». Былина это не от слова «придумка». Это то, что было. Другой вопрос, как это понимать? Если раньше говорили «отвори стопудовый камушек, отодвинь». И мы сейчас, вроде современные люди, понимая, что физически мы это сделать не можем, думаем, что это все придумки. Мол, Илья Муромец, силач такой, но это так, придумки. А на самом-то деле, что такое стопудов? Тысяча шестьсот килограмм? А если вы бы знали, что были такие люди, которые поднимали четыреста килограмм, пятьсот, то как вы думаете, такой человек вот камень отодвинуть в тысяча шестьсот килограмм может? Конечно, да. И что? Вы поняли, как формируется та самая ложь о истории, о том, что было на самом деле с сегодняшним нигилизмом, неверием и идиотизмом? В рассказе Чернышевского «Что делать?» и, может быть, я об этом сделаю в видео, был такой, по-моему, Никита, Никитушка Ломов звали. А вы знаете, что это реальный исторический персонаж? И вот тогда сваи гигантские такие деревянные забивали стальными молотами. Ну, такая особая конструкция была. В общем, работало в бригаде 8-10 очень крепких, здоровых мужиков. Молот этот весил более полутонны. Так вот, Никита Ломов один забивал, делал эту работу. Целый день работал один. Сейчас помыслить не одна... Хоть ты перекались любыми там гормонами, анаболиками, человек никакой, ни единой на планете сейчас не сможет такое сделать. Вырождение идет по полной, по всем фронтам. По здоровью, по долголетию, как следствие. По силе, как следствие. Я объяснял в старых своих видео, почему и какую здесь роль играл проклятый алкоголь, страшное генное оружие, которое вышибло генетику и русского народа, и других многих народов практически напрочь. Понятно, нет? Смотрите мои видео, вы все это будете знать. Не верить, а знать. И еще раз хочу сказать, мне на свое мнение, вот на мое мнение, мне лично наплевать. У меня мнений нет, у меня есть только знания. Я в этом плане очень, так вы знаете, последовательный человек, и агрессивный даже. Я терпеть не могу мнения. Я только люблю знания. Мнений никаких быть не должно. Панарбек Четонов. Слушать можно, а как быть? Может вообще на этом свете жить не стоит? Чем кушать? Ну, он хотел сказать, видимо, что кушать. А для этого посмотрите мое видео, а что же тогда есть? И вы откроете для себя колоссальный мир. Вот, например, сейчас из гарниров, ну, 99% только картошка. Ну, там что-то еще, макароны, все, картошка. А что на Руси раньше было вместо картошки? Ну, то есть было, а потом это заменили картошкой. Пять видов редьки. Репа, брюква, турнепс, корневой сельдерей, дайкон. Вы представляете, какое я огромное количество всего перечислил, то, что люди сейчас практически не едят. А сейчас вместо этого картошку. И вы еще имеете совесть, наглость и право говорить, заявлять. Вот некоторые люди, что, мол, есть нечего, коли я так вот все говорю. Это Ивана непомнящего родства. Это просто какие-то... Вот действительно видишь, какое вырождение идет. Люди, задумайтесь, что вы несете. Задумайтесь, ведь в этих проблемах вы виноваты. Ваша дурь, ленность, нежелание изучать, развиваться, трудиться. А еще претензии мне какие-то предъявляют. Я просто в шоке. То, что вы считаете едой, едой может не являться. А вы верите, что это и есть еда. И вот эта еда ваша однообразная и убогая. Потому что это всего лишь он мясо такое-сякое, птица такая-то, вареная и какой-нибудь гарнир. Это у вас убогая пища. Вы просто зомби. Просто наркоманы, которые привыкли к одной своей еде, вредной, ужасно. Вы ее любите и оправдываете. Всякими глупостями, вот такими в том числе. Валерий Жирнов про амарант пишет. Добрый день, полезен ли он при лечении почек и печени? Да, особенно про ростки амаранта. Проращивайте до пятого-шестого дня от момента прорастания. Шестого-седьмого дня. И по столовой две столовых ложки. После завтрака и после обеда. Долго разжевывая, до жидкого состояния ешьте, проглатывая. Это будет большая польза. И про ростки брокколи. Ну, там уже только микрозелень состригать. На двершке есть только. Ольга Зимина пишет мне претензию. Кошки не едят сахар, мол. А раком болеют и умирают. Под моим видео, видимо, о сахар и рак. Она это прочла и претензию. Ну, я же там говорил, что сахар приводит к раку. Какие же люди тупые. Я что там сказал, что только одна причина рака. Только сахар. И она, мол, вот кошки. А не надо кормить ваших кошек всякими там кормами. Вот этими. Известными с упаковками. Вы думаете, что это там? Мясо? Там, во-первых, не мясо. Всякие там отребия. Второсортные. А то, что там химия галимая. Это вы не думаете об этом? Там и красители, мульгаторы, прочая химия. Там есть вещества, которые заставляют животных как бы подсаживаться на эти корма тех или иных марок. Не думали об этом? А думаете, они полезны для здоровья? А может вы кормите своей пищей? Вареной, жареной? Тогда и не удивляйтесь. Почему у ваших кошек, собак, онкологии и другие проблемы? А причин рака много. Если бы вы были вменяемы, вы бы хотя бы набрали в ютубе фролов, там, например, и тема онкологии, причины рака. И вы бы увидели там видео 10 моих. В том числе я там это все объясняю. Какие причины, что их много. Есть масса факторов, приводящих объективно к онкологии. Один фактор другой дополняет, усиливает. И потому надо убрать из своей жизни, ну, для тех, кто хочет сократить эту возможность, свести ее к минимуму, убрать эти вредные факторы, которые вне зависимости от ваших желаний, верований, надежд и прочих глупостей, в данном случае это глупости, все равно никак не изменят объективное положение дела, причины, следственные связи, что посеешь, что и пожнешь. Поэтому эти вредные факторы жизни надо убирать, чтобы уменьшить возможность возникновения онкологии. На 100% вы ее не уберете в наши дни. Воздух, еда, вода, понятно? Многое можно изменить в наши дни, но не все. А электромагнитные источники излучения, которые тоже Wi-Fi и прочие, приводят к раку. И у меня об этом было 10 видео. Почему вы об этом говорунья не сказали? Потому что лень посмотреть или нет желания. Но зато протест есть. Мол, хочется сладкого, и я, мол, ерунду говорю. Это доказала она так, что я якобы говорю ерунду. Кошек, в пример, привела. Вообще, даже не вырвав из контекста что-то. А просто, ну, я там говорю о том, что это единственный фактор. Нет, не говорю. Какого вот это заявлять мне? Сколько штупиц. Господи, я просто... Вообще, я считаю своей главной задачей, если можно сказать, долгом гражданским, так может, миссией, как раз мозги людям вправлять на место ставить. То есть, логики учить людей, вот, их тупости, чтобы хоть люди развивались. А знаете, как многие пишут? Зачем вы все это долгие видео делаете, нам говорите тут? Надо сказать, как делать что, и все. Нет, я хочу, чтобы люди тупицами не были. Если я вот так буду говорить, как все остальные, и потакать глупости вот этой вашей и прочей ленности, то вы все по наклонной будете скатываться. А я этого не хочу. Ну, не хочу. Я хочу, чтобы люди не верили на слово мне, например, даже, и всем остальным, а думали, почему так, понимали, учились разбираться. И я знаю, что вам нужно лучше. Любому человеку лучше нужно, чтобы он знал свой организм, мир, в котором он живет. Это самое важное для человека. А не просто тупо выполнять команды. Вы роботом хотите стать бездумным? Уже стали. Конечно, я в этом прав. И не потому, что это я. А потому, что просто у меня обостренное чувство справедливости. Вот и все. И потому, что я не глупый человек. Я это просто понимаю. Я вижу, куда мир катится. Я вижу людей, которые были 30-40 лет назад, даже те же люди, которые мыслили и выражали свои мысли совершенно по-другому. Ну, посмотрите даже советские фильмы старые. И посмотрите нынешние вообще. Какой слог, как люди мыслят, как объясняются, о чем говорят. Я уж не говорю, о чем мыслят и думают, какие у них там чаяния, стремления, надежды к чему. Не про это речь даже. А про то, как они доносят свои мысли до людей. И какая деградация сейчас. Так я прервать эту деградацию хочу. Понятно? Поэтому я вас учу этому. Да, кто не понимает это, нормально, буду грубо говорить. Есть такое понятие, метод шоковой терапии для спящих мозгов. Палкой по башке ударить по-разному. До кого-то это очень хорошо доходит именно так. А еще некоторые злятся. Как я грубо говорю? Я грубо говорю только с теми, кто этого заслуживает. Почему? И где тут мерило? Мерило здесь справедливость. Мерилом здесь являются логика, разум, нравственность, долг, честь. Ну, все то, что объективно, очевидно. И опять-таки, если не я, то кто? Каждый себе должен ставить вопрос. И в чем-то, где-то, на своем месте один человек должен тем самым помочь другому. Хочет тот того или нет. По крайней мере, попытаться. Ну, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Я надеюсь, мои лекции вам все-таки помогают. Я советую, пересылайте мои лекции, ссылки на них, вашим друзьям, знакомым, близким. Общее дело все-таки сделаем тогда. Но это я для неравнодушных и порядочных людей. Я это к ним как бы обращаюсь. Советую. Всего хорошего. До свидания.